из них отбирать можно было потом из них новых вампиров сделать просто как из них делали маленькими очень добирать играли маленькими не вырастали нормальные потом карта была с искоркой магии вернуть вампиров они привыкали к этому фонтану или мы же с детства там каждый день не только этим дались чё-то еще еще не какой-то вот в иллюминат и ну и привыкали конечно по выбор либо быть выкинутыми стать донорами или деткам никто не не рассказывал скорее я про взорвь мир да 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 потому что я когда тебя увидела я не верила тому что ты рассказывал я об этом не знала ты как-то продержалась там я не вытолкнула и ты там была на ты стала вампиром да я начал штурмовать от город уже извне почти взрослый 20 чем-то я тебе думал когда подлетал вот город перевал и там эти стояли как пронялись анды до их силовые поля проминал ты не церемонись просто проминал жестко первым было сложно справиться потом как-то легче вот когда первый меня вой мир боли вот так он думал что я не выдержу их более уже привык и я его перемолол и тоже достал сломал что я мог быть на тех уровнях боли на которые он у меня пускал глаза такие округлившиеся как так он выдержал и все потом его не стало он успел удивиться и все точнее тот оператор который им управлял я убежала из этого города я помню как вода под ногами шлипает потом как-то да когда я подлетал и как-то вспомнил наверно меня там же не да я должен был боем связать вот этих вот наверху люди проходили снизу вожденную это был не один интересный мир уже не такой магический как тут почему-то не хочу дальше вспоминать перерыв два в день это много мы думаем два в неделю много не хочу больше перерыв удовольствие какое-то потому что все равно вкуса нужно было чувствовать понимаешь это естественное удовольствие человеческая пища все остальные те которые жили там дальше более глубоко тем нужно было питаться некоторые лучше некоторые хуже разбиты были на какие-то сектора как круги вокруг между собой эти ну скажем так сектора или эти ступеньки практически не общались магия была извлечена практически от всех те которые были на самом низшем на самом дне у тех вообще не оставалось магии тем которые уже были как под верхом тем какую-то магию возможно было использовать но только на каких-то уровнях знаешь как практически вся магия изымалась оставалась только вот чуточка чуточка те которые ниже острова чуть-чуть на один скажем так на одну ступеньку это были управленцы именно процессами управляли они про про ну если можно сказать что это экономика тогда они значит руководили экономик какой то те которые ниже там допустим сельское хозяйство еще что то еще что никто не один остров не выполнял полный цикл для того чтобы можно было питаться то есть если эти производили я условно говорю уголь а эти условно говоря хлеб то только таким образом понимаешь чтобы не у тех не у других не было возможности да чтобы просто выжить не было ни у кого никакого вот возможности и работали много и наказывали много это были как лагеря или концлагеря не знаю только более тяжелые и более легкие сверху и остров на котором жили это было вообще как ну как олимп какой-то те которые жили на острове да детей у них не было я была приемным ребенком на никто не мог рожать детей вампиры да как как из тонара сделать пир абсолютно они сразу не были донорами или вампирами у них сразу какой-то вот люди которые там жили да они в какой-то мере были вампирами в какой-то мере донорами каждый человек и принимал и отдавал а произошло просто разделение условно говоря только плюсовые или только минусовые вот так вот а не то что из них делали да изначально они же не вечные а вот потом умирают старые да а как новые то помещалось нужно откуда-то брать то есть нужно кого-то сделать вампиром да ну вот как сейчас сейчас как инициации так же как делали первых да была инициация на острове тоже на уровне 16 лет была инициация не раньше когда уже скажем так половое созревание произошло когда уже были более взрослые ну снова же я не знаю сколько это лет было там если брать по нашим теперешним меркам это примерно 16 летние были девчонки мальчишки но их там мало очень было там реально нельзя было расселять там не больше чем там один ребенок на семью и то условно ну вот это не было много детей я только помню что вот там вот в 16 лет до инициации некоторые старше проходили и все были разные они брали откуда-то этих детей откуда-то но мы не знали что мы не их дети хотя они нас никогда меня во всяком случае так точно никогда не любили были отдельно сами по себе какие-то ну физиологические потребности да но не больше как звереныш как игрушка вот престижно чтобы был ребенок это как статус какой-то если тебе разрешили иметь ребенка значит у тебя какой-то статус повысился повысился вот ты уже достоин там или тебя уже пролонгировали условно говоря ну блин не знаю как это и все общество было зависимо понимаешь и друг от друга и от всего потому что ни у кого не было полного цикла если те даже там выращивали какую-то пищу то они ее не перерабатывали у них забирали на уровне сырья на уровне продуктов каких-то перерабатывали другие да условно говоря если там зерно посеяли то муку смололи совсем в другом месте испекли в другом месте как сейчас примерно да чтобы не было никакой возможности самому выжить вот кому-то вот за этим всем очень строго следили как полицейское государство все были практически полицейские люди которые за всем этим наблюдали они магией не были лишены но магия там была странная там нельзя было так как у нас допустим ну не то что у нас как у нас в сказках допустим как у нас описывает это что можно там что-то сотворить яблочко какое-то еще что-то там вот это все было полностью как блокировано вот это блокировалось на самых низших уровнях и практически до самого верха этого не было те которые верхуши или те которые на острове тем было ну можно было и ну и вот перемещаться и делать какие-то предметы одушевленные неодушевленные там можно было это все делать пространство открывать но только в в пределах этого вот острова нельзя было из этого острова полететь куда-то а вот в пределах этого острова пространство только на поверхности не под землей можно было сделать какие-то вот проходы но это было только вот 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 узкое такое совсем не разделенное общество а вот там это все блокировалось абсолютно и любое занятие магией очень строго наказывалось вплоть до того что забивали там такое впечатление что в боль вгоняли и вот реально как расплавляли и еще мне кажется что там как-то забирали людей кого-то вот как знаешь каждый год там одного дракона на съедении условно говоря мы будем с ритуалы вампиризм да да каждый какой-то период времени от каждого вот этого кого-то там забирали и из него делали жертву если никто не был праве но если провинился его забирали если все вели себя там примерно то как-то жеребиями или кого видят нет кого-то делали просто делали да да вот как жеребий или ну вот да назначили кого-то виноватым и как да и как забирали постоянно потому что необходимо было было не то что постоянный источник боли а вот именно настолько мощность чтобы человек ну душа как знаешь вот в этом тонула в этом боли как поверхностно а вот именно душевная боль нужна душа энергия души и как в нее какую-то раскаленную ну расплавляли реально пластику расплавляли и на всех в смысле на верхушку вот мою попытались больно до сих пор я пойду ну спать спал поясок сзади у тебя я чувствовал пришел отомстить похоже дальше не помню не надо было не надо было идти убегать но выбора наверное у тебя не было либо инициация стать такой да либо тебя будут уничтожить и постарался убежать поймать ну ладно и и понесли в жертву получается ну как ты душа сохранилась твоя ты же тут ну да а а вот это реально больно а вот это воспоминания просто ужасно больно и мы как уже в связке были ну мы это и раньше как я ободок с гвоздями помню время то что то что ты ушел и оставил меня там не значит что я там останусь и буду тебя ждать или не ждать вот в том ты и дел всяко но я думал ты будешь жить просто и да 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 и просто жить да ты же как всегда проявил инцидиву застану тебя или не застану или ты уже уйдешь ты же ничего не обещал ты же не говорил что ты утром будешь там угу ты ершистый и как знаешь вообще ни о чем не разговаривал да уже тут какие-то ржеволосые светлые волосы светлые волосы светлые волосы ржеватые немножко я не знаю будет утром вальчик на месте или не будет быстрее было утро пару недель был а потом просто ушел я пришла тебе нет я не знаю спасибо что я могу я не знаю что я не знаю что я понимаю надо было отомстить слишком многим за слишком много я думал тут все хорошо будешь просто жить дальше